Около 300 тяжелобольных детей, переселенцев, а также те, кто проживает в Донбассе, получили помощь от штаба Рината Ахметова. Это операции, лекарства, протезы. На днях киевские врачи прооперировали шестилетнюю Диану из Донецка. Девочке грозила тотальная слепота. Историю продолжат наши корреспонденты. Матринка, слепка, таз, и отметили. Шестилетняя дончанка Диана уже умеет читать и считать. Все это кажется чудом. Ведь для нее единственная возможность видеть мир – это очки с линзами в плюс 10. У девочки врожденная катаракта обоих глаз. Позади три операции по удалению мутных хрусталиков. И четвертая, последняя, по установке нового. Это просто операция. Выстраданная, признается мама. Летом прошлого года семье пришлось покинуть Донецк. Новую жизнь начинали с нуля. Операция стоит 13 тысяч на один глаз. Ну, конечно, тяжело, потому что, ну, кроме того, что нужно работать, нужно еще оплачивать квартиру съемную. Это тоже весьма немаленькие деньги. За помощью родители Дианы обратились в гуманитарный штаб Рената Ахметова. Там откликнули сразу. Семья Дианы из Донецка обратилась к Ренату Ахметову с просьбой помочь спасти зрение ребенка. Гуманитарным штабом было принято оперативное решение оплатить операцию девочке. Были закуплены медикаменты, хрусталик и перевязочные материалы для проведения операции. С начала работы штаба помощь в лечении получили уже 254 тяжелобольных ребенка с разными диагнозами. Также под опекой штаба находятся 60 раненых детей. Четвертая или пятая у нас очки. Врачи уверены, Диана будет видеть и забудет про свои беды. При наличии полноценной сетчатки, зрительного нерва Диана будет иметь максимальное зрение. Оно будет 100%, оно будет 80%, но оно будет для нее максимальным, качественным и комфортным. Бабушка Диана, Людмила Близнова, говорит, что без помощи гуманитарного штаба семья до сих пор собирала бы деньги на операции. Спасибо огромное Ренату Леонидовичу и фонду Рената Ахметова, потому что третья операция по рожденной катаракте. И материально мы просто уже не потянули бы эту операцию, поэтому мы обратились к нашему земляку. И мы очень благодарны, что он поддерживает дончан в таких ситуациях. Диане предстоит еще два месяца лечения. Через несколько недель заживет один глаз, и тогда хрусталик заменят и во втором. Белка, искрила. Девочке легко даются языки. Уже осенью Диана пойдет не в специализированную, а в обычную школу. Юлия Меншакирова, Наталья Ковачевич, Виктор Белогорцев, Телеканал Донбасс.